Каждое парковочное место для людей с ограниченными возможностями в полтора раза шире обычного – 3,5 против 2,5 метров. Разметка на них всегда должна быть четкой шириной линии 10 сантиметров. А место обозначено знаком. Такие условия неспроста. Когда приезжает инвалид, ему нужно выгрузить коляску и пересесть в нее, а значит открыть двери до упора. И располагаются такие места ближе к входу, чтобы сократить путь. А это ли не лакомый кусочек для тех, кто спешит или не заморачивается? Неправомерная стоянка транспортных средств на местах, отведенных для стоянки транспортных средств инвалидов, увеличит наложение штрафа в размере двух базовых величин. Не заметил знак, спешил, свободных мест не было. Топ причин, из-за которых водители занимают специальные места. И такие нашлись буквально на первой парковке у супермаркета. Свой Мерседес девушка оставила неподалеку от входа, так как опаздывала и вакантных участков для своего внедорожника больше не нашла. В другую ситуацию попал шофер маршрутки. Его машина стояла на площадке для инвалидов одним колесом. Но этого достаточно, чтобы человек с ограниченными возможностями уже не смог заехать на положенное ему место. Как итог, пять базовых. А это ни много ни мало. 135 рублей. Почему я стал? Я частично стал на свое место. Я же не стал вот здесь, где мне удобно ближе к этому. Я не стал. Я стал на свое место частично. А та сейчас была занята. Вот и все. И это постоянно. Я могу это подтвердить снимками. Не порадовала обстановка и на следующей стоянке возле торгового центра. Уже в другом конце города. Два места из пяти возможных заняты машинами без специальных знаков. Спустя пару минут владельцы обоих авто спешили навстречу инспекторам. Вину признали. Спорить не стали. Стал в запрещенном месте. А знали, что запрещен? Да. А чего стал? Негде было стать больше. Еще раз будете становиться? Не, уже не буду. А вот что говорят на этот случай правила дорожного движения. Парковаться на местах, обозначенных дорожным знаком, место стоянки с табличкой дополнительной информации инвалиды, имеют право все инвалиды, первые и вторые групп или лица, осуществляющие их перевозку. При этом инвалиды третьей группы или лица, которых перевозят, вправе парковаться на таких местах и использовать соответствующую наклейку только при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата. Паркуйтесь правильно. Кристина Ариян с Максим Галеонкой. Итоги недели.